Всем привет. Никак домой не можем попасть. Мама на работе. Кристинка до сих пор грязная. Ты что, все еще хочешь? Гуляешь, что ли? Ой, ура, домой. На, свою кофе-то держи. А где подруга? Я ее затолкала в сумку. Держи. Сумку. Туристы мои. Сейчас я возьму ягоды эти... Подожди, Рушанчик. Ой, Рушанчик, не возьму. Все. Поднимаемся в наш подъезд. В нашем подъезде по три квартиры. Наверное, даже чистенький здесь такой. Здесь, кстати, подъезды чистые. Мне нравятся здесь. Очень часто ремонты делают. Раз, квартира. Здесь две, кажется. А где за что-то встречала? Ой, я боюсь, я пела. Дыри. Ой, Смел. Какой ты баланский. А ты что такой? Ты что такой толстенький? Какой ты баланский. А что с вами баланс? Да вообще на Дерека не похож. Там чувство было, что ты глядешь. Дерек, ты на Дерека не похож. Ты похож на чертского. Давай, Рушанчик, загрызаю тебе. Ты чего разбавкал? Кидай все там. А что я здесь стою за подъездом? Мама перекрыла лицо, Дерека не заходила. Мама, ну пусть выглядела. Дерек, ну иди сюда. Ну иди, ну иди. Деречка. Кристинка, сколько я его не видела времени. Оброс, тяжелый, да? А ты еще только толстый. Я думаю. Сейчас ты его. Дерек. Ой, Дерек. Давай так толстым. Дерек, это наш Дерек. Который уже живет с мамой. С Кристиной 11 лет. Но он уже не может запрыгнуть на диван. Уже старики. Ну да, это все надо было подстригать. А мама же не может. Он еще не дается, да? Не дается. Мама не может подстригать. Кусается. Его вся только крысинка подстригала. Вот так, под барашком. Не, прям его так лысенько подстригала. Да, такой слишком обросший стал. И толстый, толстючий прям. Ты узнал, ты узнал, мальчик мой. Ты узнал, мальчик мой. Узнал, 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 узнал. С нами поедешь, на веру, да? Наш? Наш? Да. Пап? Пап? Наконец-то еда. Серьезно? Еда. Да, лагман. Да, не, наконец-то лагман. Да, лагман. В первую очередь, наконец-то лагман. Во второй очередь, наконец-то еда. А, Рушанчик уже помылся. Да, я чистенький такой, но новенький, как-то так сказать. Да. Как-то ты родился, да? Угу. Так. Это кому? Мы много не кушаем, потому что сейчас глаза очень голодные. И вроде бы можешь навалить себе столько, а потом это не съесть. Поэтому, пошушуть, да? Я не знаю, что я тебе напишу, что-то. Не-не-не-не, пошушуть. А это для Средней Азии, это по чуть-чуть. Здесь, в принципе, вот такими казанками кушают за раз. Да, чувствуешь, мы как будто мы сразу, чувствуется, что мы в Бишкеке, да? Саусы, баурсаки. Баурсаки, ну как правильно это называется. Короче, вкуснятия нас готовят. Вот тут нас ждали, короче говоря. Чем мы будем завтракать? Что это у нас завтрак, обед, ужин? Ну, уже обед, обед, обед. Хлеб же пойдем. О, нашло. Короче, нам приятного аппетита. Так и хочется его Патриком назвать. Дерек, Дерек, нам приятного аппетита. Все, будем кушать. Так, тарелочку. Спасибо. Во, спасибо. Всем привет. Привет. Короче, буду пить тарелку. Водный заколочек. Сегодня такой плодик совершила. Как не совершала никогда. У меня не видно руженочка. Я, короче, сегодня зуб вылечила свой. Мы когда ехали сюда, в Бишкек, по дороге у меня прям разболелся зуб. Это уже в последний день, когда мы ехали. Что делаешь? Открывать. Она же использована. А почему? Это вот так? Мы просто так сняли, это просто поделка была, поэтому... Слушай, поделка была, Рошан. Я шучу. У меня разболелся, короче, зуб. У меня там нерв оголился, дырочка образовалась. Вот, и разболелся. Всю дорогу болел зуб. Со мной всю дорогу не разговаривала. Я думаю, что она не разговаривает. У меня зуб болит? Нет, я тебе сказала, у меня болит зуб. Когда мы только проснулись. А из-за того, что мы ночью замерзли. Это уже было где-то в Казахстане, да, Крис? Да. По Казахстану мы ехали. По Казахстану, ближе вы сюда. Ночью вымерзли. У меня ноги прям ледяные были. Мы даже с Рошаном под радостью из-за одеяла. Ну, это как, образ нам под радостью появились? Сейчас напишут. Потом, после одеяла, под радостью из-за подушки. Какого-то она. Это нам Кристинка рассказывает. Говорит, вы что там воевали? Сперва одеялом поделить не могли. Так он говорит, подушку. Он все себе захапал. Я там замерзла. Я так померзла. У меня ноги ледяные. Хоть я в носочках спала. А ноги все равно были ледяные. Я замерзла. Знаете, это подстыл. Сейчас напишут, опять чуть-чуть. Хочется. Я не знаю, вот у меня... У тебя что, энергия на камеру? Наверное. Как камера включает, так и чесаться начинает. Да, после того, что я бложки. Да какие бложки мои лысины? Ну, так как раз нам хорошо было бы видно. Так вот, и заболел зуб у меня. Вот я решила, я сегодня сходила. Сделала зуб. Где сегодня были, куда ездили. Покажем попозже, завтра, наверное. Видео очень долго грузится. Да, здесь. Зуб я сделала где-то в 6, да, вечера? Да, не... А, закончила, да? Да, сейчас 10. 10. Вот, у меня уже отходит, так как у меня был корень... Мне сразу же сделали, мне сразу же поставили пломбу. Не ставили ни мышьяк, ничего. Удавили нерв. Нерв, да, не... С уколом. Да, и это... И у меня там, короче, это все болит, не могу. Ну, ничего, сейчас выпью кетонал? Они же разные бывают, да? Да, у них дозировка разная бывает. Ну, это вроде бы нормально такая хорошая. Сейчас я как шарахат и спотушу. Нет. Так вот, при чем здесь спать? Ну, я шучу. Это не успокоительное. Вот, так что, к чему это видео хотела рассказать, по поводу Альвины. Мы уехали, когда пришли. Почему мы Альвину не взяли с собой? Потому что мама ее на следующий день должна была забрать. И забрала, естественно. Блин, извиняемся, у нас просто оказывается на телефоне закончилась память. Отключилось полностью у нас... Видео. Видео, да. Вот. Переснимаем. По поводу Альвины. Почему мы ее оставили? В Атаманской. Потому что за Альвиной, вот мы уезжаем сегодня, завтра уже должна была приехать ее мама. Так что Альвина провела всего один день без нас, одну ночь. Приехала на следующий день уже утром мама и забрала ее. Так что все хорошо с Альвиной. Альвина успевает из школы и Альвина с мамой. Так что за Альвиной переживать не надо. Так что у Альвинки все хорошо. Что она у нас? Она дома. Ну да. Так что все нормально. Приехали мы сюда получать ответ, потому что в начале лета мы приезжали сюда, мы подавали, сделали запрос на подтверждение наличия гражданства. Пришел ответ, какой ответ мы не знаем, надеемся, конечно, на положительный. Завтра мы узнаем. Завтра поедем, узнаем. Если, дай бог, все хорошо, то мы подаем документы на паспорт. И все. И все? Ну да. На этом и все. Какие еще вопросы были? Вроде бы больше никаких не было. Так что вот такие вот дела. С Альвиной все хорошо. У нас все хорошо. Спасибо за переживания. Мы живы-здоровы благодаря вашим молитвам. Все. Всем спасибо. Пока. У вас скрывает скрытая камера. Вы голодный, мужчина? Я? Нет. У меня супруг голодный. Мы думаем, чем мы ее накормили. Таким, чтобы она смогла есть. Я кефира напилась. Кстати, покажи, какой кефир мы пили. Такой кефир, слушайте, вкусный. Я не знаю, в России есть ли он или нет. Кстати, ты видел, в России есть ли он? Он просто, мне кажется, не дешевый. Так, на самом деле, он по сути легко делается. Берется обычный кефир. Берется обычный кефир. Обычный кефир. Блендер. Туда ванилин. Взбивается. И вот получается кефир-ваниль. Все с тобой. Ну да. Вкусный, кстати, кефир вообще классный. Да, я тоже вообще классный. Сейчас я спрошу, сколько он стоит. Поняла, ага. 48 рублей, Рушан, он стоит. 48. Класс, да? У нас простой кефир столько не стоит. Да, у нас вот эту красную цену будем брать по 34. И ванилин, сколько он 3 рубля стоит. И того 37. Правильно я прочитал? Наверное. Все, я тебе на блендере все собью, и будешь пить такой. Ну все. А теперь спать умножиться? Нет, я забыл. За ручку не надо дергать. Знаешь, я тебе объясню, почему. А я за ручку не дергаю. Я вижу, что она снова. Да, она вот здесь вот идет трещина. А ее склеивали, видишь? Неправильно склеивали, не тем клеем. Вот трещина пошла, и теперь холодильник открывается вот так вот. И вот здесь, смотри, да, неудобно. Тык, и все. И вот до такого вот момента только открывается холодильник. Так, я знаешь, что подумал? Все спалило. Ты этот сыр доешь? Он мягенький, он питательный. И вдруг нельзя рушан жевать. Боюсь пломбы лишиться. Два часа, уже прошло. Уже давно все выздоровело, вылечилось, и все застыло и заросло. Просто это остались симптомы. Правильно я сказал? Да, симптомы... Да я кефир попила, мне достаточно. Кефир это вода. Нужно что-то такое по существу. Так, вот такое. Ой, походу эти ножи не трогают. Почему? Они еще прилипли? Да. Значит ты врешь. Правда? Нет, ну возьми. Нет, нет, я вот это возьму. Я просто видел, что я резала ты уже. Так, а где дощечка? Нет, в этом доме дощечек. Не может быть. Вон там, вон, вон, внизу, внизу, внизу. Ой, моя нога. Сбоку? Угу. Вот какой у меня заботливый. Ничего. Вот здесь порежем. Так, здесь реально обалденный сыр. Вкусный этот сыр. Я тоже, я когда раньше здесь жила, постоянно только этот сыр ела. Он и дорогой, и он вкусный. Я когда в кофе работал, я этот сыр развозил. Ох, его. Кстати, а есть два вида. Он есть, знаешь, такой посветлее, желтенький, но он такой, с привкусом каким-то, не очень. Я здесь, Рушанчик, ты не будешь, что мне достаточно. Да? Да. Ты уверена? Да, я не люблю все до конца доедать. А я могу тебе еще колбасы наедать? Надо еще кому-то оставить. Не, я не хочу колбасы. Тост, 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 тостный хлеб будешь? Нет. Лучше покушай сам, да, там сам съесть. Да, нет, я сытый на самом деле, потому что я открою тебе секрет. Я пока ты там ходила, бродила, что я там отмелел. Я подальше немножко, тебя так не видно. Хапанул кофе, выпил. А как это я ходила, бродила? Кстати, блин, у меня тут подруга есть хорошая. У Рушана отпрашиваюсь, говорю, можно к ней схожу? Ну, тютеньке 38 лет, двое детей, взрослых. Я говорю, схожу к ней, говорю, к Женьке, к своей любимой, поболтаюсь. Нет, нифига. Это уже отдельная тема. Без меня не пойдешь, пойдешь только со мной. А Женька при нем сразу начинает как-то уже, ну так, как говорится, не поболтать. Не поболтать, не поматериться, как она это любит. Вот поэтому я и не хочу. Да нет, у нее одно только. Ах, ты приперлась все-таки, да? Забыла про меня. И все. Блаженная дочь не сидит на собрании нечестивых, поэтому... Рушан, давай не будем. И все, и так я вообще ни с кем не смогу общаться. Со мной общайся. И все? Я твой лучший друг, твоя лучшая подруга. Вот так вот. Ладно, подружка. А ты сегодня на дискотеку пойдешь, какое платье оденешь? Нет. Я вот в черненьком пойду, а ты? А я прям так пойду. Будем считать, что я пацан. Пацан. Пацан как давай. Короче, вот давай, наяривай. Колбаски. Всем приятного аппетита, кто кушает. Мы не знаем, короче, что здесь вам снять. Вы нам расскажите, мы можем вам в город показать, как мы едем. Да, что интересно вам. Вот, кстати, вот, кто в доме живет, интересно, кому, что, может, идея будет. И, кстати, мы с Рушаном сюда приехали, и в этот же день сели такие и поняли, что в квартире делать нечего. Ну, а реально, ты туда-сюда прошел, вещи раскидывал, и все. Я сегодня сижу, Рушан такой, хопа, ходит туда-сюда, туда-сюда, места не можете найти. А что, говорит, здесь делать-то? Ну, реально, ну, а что здесь делать? Давай, хочу! Только сидеть, да, телевизор смотреть, спать, и все. Так что, действительно, подскажите, кому интересно, кто что хочет увидеть в этом городе, мы покажем. Куда, может быть, кто-то слышал о чем-то там, или знает, куда, может, стоит сходить, посмотреть на что. Потому что, в принципе, я все здесь видел, а кому-то, может быть, есть, может быть, чего-то мы не видели. Поэтому ждем, пишите, подсказывайте. Всем пока! Все! Субтитры подогнал «Симон»